Всем привет, бандиты и вольные сталкеры, с вами как обычно я, сталкер баннерщик, это сталкер онлайн и спб сервер, ну и мой персонаж флюгиген, да, прокачиваем флюгигена по полной, уже его прокачали вот на новый ствол, и на новый броник, и на каску, и на сумку, о, готовится у меня к походу на новую землю, ну в принципе другой ничего не изменилось, как у него была там телогрейка и все остальное, в общем, купил я по дешевке с доски броник, ну покупал, конечно, не этот типус, у него-то финансов особо не было, другой сталкер мой покупал, подумал-подумал, зачем покупать броник за очки торговли, я там копил у гурмана очки торговли, за цену даже дороже, чем на доске, я за 3,5 ляма что ли броник купил, примерно как-то так вот, чем я лучше куплю, ну на доске вернее его куплю за 3,5, чем я куплю у торговца, там за 4 почти, плюс очки торговли потрачу, в итоге я подумал и купил с доски, не покрасил его, ничего такой, в принципе, по дозу ЗК пойдет, плюс, конечно, я получил по квесту Дикая Охота, но не этот сталкер, другой у нас в Люге Генхаймен получил, FN Fall, ну и, конечно, этому отдал, я с ним немножко побегал, ну, обо всем по порядку, расскажу чуть попозже, плюс, я решил себе сумку купить, она по весу вместительная, такая же, как колобок, но, единственный ее плюс, она дает плюс 10 слотов, а так как этот сталкер у меня пойдет на новую землю, там всякую молочевку собирать, свинец разделять как можно больше, поэтому 10 лишних слотов будут не лишними, ну, как-то так вот, в итоге он мне немножко приоделся, ну, я решил ему каску дать, пусть он в каске бегает, что там у него еще, о, и шапку одел, в принципе, неплохо, пойдем сейчас побегаем, повыполняем задание, и, конечно, потестим FN Fall, я с него немножко пострелял, у меня там заряжены обычные патроны, кажется, да, обычки, но, правда, они уже закончились, надо еще экспансивки потестить, но, сегодня, я думаю, будем бегать с обычками, смотреть, убивал, в общем, я пару медведей, блин, скажу я вам вещь, против людей не знаю, наверное, он, конечно, и не рулит, если бы против других сталкеров, он был бы нормальный, с ними бы бегали, да, согласитесь, но, я других сталкеров не стреляю, мне нужно ствол, который убивает мутантов, я сайгу продал, в итоге, на эти вырученные деньги, купил себе вот FN Fall'ы, магазины, на доске их нифига нету, хорошо встретил сталкера, продал ему по дешевке 200 браствора, вот, а он мне продал по дешевке магазины, а на доске вообще их нифига нету, давайте сейчас пойдем посмотрим, есть на доске, нет, я целый день стоял, ждал, по квесту же дикая охота дается FN Fall'ы и один магаз, ну, что там с одним магазом, много не набегаешь, давайте посмотрим, так, о, а сегодня есть, блин, да ну нафиг, и даже дешевле, чем я покупал по 170, сталкер говорит, по 200 они на доске, я тебе по 170 продал, продал мне по 170, а сейчас по 150, да ну нафиг, вот, блин, с засадом, вчера ни одного, ни одного магазина вообще не было, тут, походу, и FN Fall'ов тоже не было, я уже думал, можешь купить один FN Fall, вытащить магазин и потом выставить на продажу, хорошо, что я это не сделал, ну ладно, вчера не было, фиг с ним, сегодня есть, это, это дело прошлое, главное, что у нас есть FN Fall'ы и у нас есть магазы, и это все ерунда, так, ну что же, так вот, я побегал, немножко пострелял, вот именно мутантов, очень даже неплохо он разваливает, он, конечно, своеобразный ствол, он мне особо не всегда нравился, тут нужно еще приноровиться, чтобы с него стрелять, но в целом, в целом, очень даже неплохо, так, верлёк, вот, надо посмотреть, как он верлёк еще кошмарит, время собирать камни, о, время собирать камни, ночная стража, о, ночная стража, незваные бесы, еда для мастера, ящик консервов, о, сейчас возьмем блокбастер, пропавши ученые, глаз верлёнки, в общем, нам на ЛВЗ надо топать, ну туда, на Визуи, в любом случае, да, сейчас мы возьмем ящик консервов и двинем, о, а его здесь нет, тогда возьмем, о, чай, о, чай, о, чай, чай, так, у меня уже тут готовые вещи зимние, прислали ему посылочкой, он полностью готовится у меня вот уже, походу, на новую землю, но я хочу все-таки его докачать до восьмерок, ну, боёвку, не знаю, получится до восьмерок накачать или нет, но боёвку мы можем на новой земле накачать, правильно, а вот выживание и поддержку, я думаю, мы до восьмерки докачаем, и будет более-менее комфортно, ну что же, я взял три чая, мне нужно три подстаканника, давайте сбегаем на окрестности, там пошукаем поток, мы по дороге в город любите, сбежим, обменяем как раз три стакана, три, вернее, подстаканника на три пачки чая, по стакане не выпадают, и пусть они будут, и потом уже двинем в сторону Везувиан, по дороге зайдем к Фину, купим ящик с консервами, а то я его сожрал, ситуация, ну и, конечно, постреляем с Афенфала, посмотрим что-то как, ну, в целом, мне понравилось, медведя прям ложат на ура, ну, я тут бурых, рыжих стрелял, прям отличное, ну, у остальных мутантов, в принципе, одна пулька, одна пулька, один мутант, неважно какой, тут в городе Любич не особо крупные мутанты, это если ты попадешь, да, то есть, он своеобразный такой ствол, ему нужно привыкнуть, но бегаем, смотрим, пока мне нравится, я-то его, думаю, для новой земли взять, сайгу-то я продал, все-таки, побегал-побегал, сайга, да, хороший, но это для любителей сайги, кому вот именно нравятся дробовики, я с дробовиком уже давно не бегал, о, одна пулька, один труп, поэтому я привык более к автоматическому оружию, стреляю там одиночными, но, если что, можно и зажать, а дробовик там особо не зажмешь, а тут патрон мощный, плюс есть три разных вида, то есть, ББшки есть обычные и Вольфрам, ой, фу, Вольфрам это, экспансивки, ББшки, экспансивки и обычки, сейчас у меня стоят обычные патроны, но это у меня то, что было на складе, я вот и заюзал, вот, попасть еще надо, то есть, нужно понять еще, как с ним стрелять, я, блин, сто лет с ним не бегал, но если попадешь, в принципе, все, мутант труп, а так как мы пойдем на новую землю, там мутанты, это все-таки пострашнее, чем местные, я думаю, если прям научиться точно стрелять, две-три пульки, и, скорее всего, даже собака полярная будет ложиться, да, у него нету больших магазинов, все лишь по 20, ну, нормально, в принципе, ну, а в Белого Медведя, я думаю, прям нормально будет прилетать, я хочу попробовать обычные патроны и экспансивки, так как я взял его чисто по мутантам стрелять, поэтому мне не нужен там прибивная способность, так, прибивная способность у этого ствола низкая, ну, влияние оружия на пробитие низкое, вот, взять, так, ту же самую Ксюху, о, у меня тоже низкая, да, да, фиг его знает, но с Ксюхи целится удобно, тут, ну, тут на любителя, но с Ксюхи можно убивать сталкеров, значит, и с этого можно сталкеров убивать, ладно, побегаем, посмотрим, тут нужно тестировать, не так там пульки стрелять в голову, да, как многие сталкеры тестируют стволы, по неподвижной мишени, ну, кто так тестирует, нужно взять ствол, как я обычно тестирую, бежать в зону и просто выживать, воевать там, да, с ним, убивать мутантов, просто пользоваться этим стволом, побегать там дней пять, глобально так с ним, и тогда ты можешь уже сказать, какой ствол там хороший, какой плохой, вот это, я понимаю, тест оружия, да, в реальных условиях, а так, по неподвижной мишени, пульку в голову, пульку в тело и смотреть, о, тут круто, да, тут круто, а то, что, блин, когда ты бегаешь по зоне, в той же самой, блин, в войне группировок, ты стреляешь по другим сталкерам, они же не стоят неподвижно, бегают, там пули бывают на излете, пролетают, и по-разному вообще, рикошеты даже бывают, это все не учитывают, а это нужно учитывать, о, город, город Любич нас встретил туманом, ну да, опять же, так как мне стволы нужны чисто для этого, психу у меня, ну, если что, может сталкер какой-нибудь убить, если вдруг, а FNF вот чисто так, кошмарить мутантов, я думаю, это неплохой ствол, только осталось патроны купить, на гурмане патронов на него не продается, вот это, конечно, минус, так, нам нужен этот шляпник, шляпник он меняет нам подстаканники, это я квесты гурмана все выполняю, подстаканники есть, да, три штуки, ладно, жди, вернусь чая, минус три пачки чая, давай подстаканники, все, стаканники я получил, вот они, они не выпадут никуда, они квестовые, так, 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 во, глаз верлёки, нужно неповрежденный глаз верлёки, ну, это мы по-другому бьем, и волосы леших, ну, это мы надергаем, не вопрос, все, главное по стаканнику, одну пачку чая я ему уже отдал, то есть ему нужна была одна пачка чая отдельно, так, о, пойдем тут посмотрим, ну, здесь навряд ли есть патроны, но FNF все-таки это оружие такое, не особо для новичков, думаю, у имарька все патроны есть, к нему заскочим, ну, да, тут навряд ли есть, покажи товар, ну, блин, я бы удивился, если бы они тут были, значит, к имарьку нам по-любому заскакивать надо, сегодня в эту ходку мы бегаем с обычными патронами, выживаем, смотрим, как что, а потом купим экспансивные, посмотрим, как с экспансивными, так, все, значит, нам к имарьку надо в любом случае заскочить, не, можно забежать на Химку, на базу группировок, может, там патроны продаются, но я не уверен, а если там не продаются, мне опять к имарьку бежать, так, нет, в любом случае к имарьку заскочим, нам надо же понять, где патроны продаются, если попадешь, то мутант умирает, а если нет, то умираешь ты, ну и по точке вроде неплохо стреляет, ладно, приспособимся, да, погнали, тогда к имарьку сбегаем, поглядим, продаются ли там такие патроны, да, по идее, должны продаваться, потом надо будет на радиовышку еще соскочить, посмотреть там, продаются ли нет, чтобы понять, в каких точках зоны мы можем эти патроны купить, и самое главное, чтобы такие патроны продавались у плевка на новой земле, а то куда нам там без патронов, но у плевка, я думаю, продаются, там у него все патроны есть, скорее всего и такие есть, ну да, там без вариантов, единственный, конечно, еще минус этого ствола, он длинный, я обычно длинные стволы не люблю мутантов протыкать, но поглядим, посмотрим, у меня на крайняк есть Ксюха, вот, если что, Ксюху в руки берем и погнали, ах ты, блин, прямо на дороге, о, нормально, сейчас у нас броник есть, все-таки до этого я в 6Б3 бегал, у защиты чуть похуже, о, этот 6Б5, я в нем, о, сколько лет выживал, еще на ИКБ сервере, помню, мы когда выживали, я постоянно в 6Б5, но там других вариантов, особо-то, не было, 6Б11 мне не нравился, 13, ну, его фиг достанешь, да и так дорого он стоит, а 12 у нас там не было, ну, потом 6Б4 появился, да, но это уже под конец, а так, в основном, 6Б5 это самый такой ходовой, топовый броник был, я в нем постоянно бегал, красил в разные цвета, и бегал в удовольствие, так что, вспомним, былой, как говорится, здесь, да, на СПБ сервере, я себе на основу, сталкер купил, 6Б12, хоть где-то побегал, последний раз я в 6Б12 бегал, это на СРД сервере, года три назад, и вот здесь, на СПБ, вот такие вот пироги, ну, 6Б12, конечно, хорош, не спорю, он и пак защищает, ну, как 6Б4, только по пробитию лучше, как для меня, так, самая оптимальная броня, ну, если ты, конечно, постоянно воюешь, может быть, 6Б13 получше будет, там вроде чуть-чуть защита должна быть получше, но я не помню точно, но для меня, для сталкера, который не только воюет, и вот сейчас он не воюет вообще, а выживает, и охотится на мутантов, то 6Б12, это просто идеальный вариант, ну, единственный, да, конечно, минус в том, что он дорогой, это раз, во-вторых, к нему нужно чеком покупать, но если ты хочешь дополнительные два слота, который дает тот же самый 6Б5, он дает два слота, 6Б4, он тоже хорошо защищает от мутантов, но немножко, чуть хуже от пуль, но он дает два слота, опять же, а вот 6Б12, да, два слота не дает, и ему нужно покупать чеком, да, это дорогое удовольствие относительно, чеком у меня, блин, стоит, примерно, сколько, сколько вся экипировка, то есть, вся экипировка мою взять, продать, и вот чеком, цены одинаковые примерно будут, это, конечно, дорого, поэтому, по первой, конечно, лучше купить 6Б4, если есть возможность, для мутантов, тоже защита, нормальная, так, ладно, мы бежим, за патронами, но за патронами, мы уже по факту прибежали, вот я думаю, может по дороге отнести, квест сдать, перегруз будет, ну и что, ну мы сейчас тут добежим, а оттуда уже двинем, ну давай, ладно, оттащим, с перегрузом, но оттащим, так, шкуры, рыжего, этого, консервы тоже возьмем, так, это мы оставляем здесь, это здесь лапы, лапы пусть здесь лежат, без разницы, голова, о, кстати, квест может быть подошел, посылок никаких нет, нет, все, консервы мы забрали, я думаю, где мои консервы лежат, пойдем посмотрим, есть ли тут патроны, но скорее всего, там пошел, так, и морек, есть какие-то заказы, принесу голову медведя, опа, отлично, насчет твоих поручений, блин, не хочет самогон, у меня самогон есть, а он не хочет убрать, ну вот, голову сдали уже, хорошо, так, покажи товар, 7,62, а, ну вот они, 7,62, 51, это обычки, да, да, обычки, сколько стоит, 125, да, ну и да, цена патронов еще, конечно, у Фенфала подороже, если учитывать, что я с 5,45 бегаю, и 7,62, в основном, это стоит 38, а это стоит 49, а это стоит 125, разница, конечно, ощутимая, согласен, но учитывая, что, допустим, то же самое, 5,45 ПС, мне надо 3, 4, может даже 5 патронов выпустить, а бывает даже и больше, чтобы убить, я ту же самую полярную собаку, посмотрим, сколько нужно будет патронов, чтобы убить, полярную собаку, допустим, с таких, если научиться, в принципе, стрелять, и не тратить особо много патронов, то есть, одиночными стрелять, то я думаю, поэкономнее будет, но я так думаю, не знаю, посмотрим, поглядим, сколько будет денег тратиться, и на сколько вообще этих патронов будет хватать, это нужно посмотреть, вот я купил 200 патронов, мы сейчас бегаем только с FN-фалом, Ксюху я вообще не достаю, постреляем, кстати, верлёк сейчас можно пострелять, посмотреть, как вообще, этому стволу бы оптик, ох, цены бы мне было, о, тут экспансивка у нас стояло, 8 штук, но сейчас мы экспансивки тесить не будем, это, наверное, я покупал, там уже были заряжены, поэтому, выкидываем, вместо, ну и плюс, конечно, 20 патронов, быстрее зарядить, чем 30, раз-раз закинул, и так как, всё-таки, патрон помощнее, соответственно, чтобы более-менее, уже отбиться от мутантов, можно, допустим, быстренько 5 патронов закинуть, если у тебя вдруг, всё кончилось, и уже отстреливаться, допустим, в Ксюхе, так не получится, 5 патронов, ну загрузил ты 5 патронов, макуазин, толку-то, никакого, а, вот ещё экспансивка, так непонятно, какими я стрелял, наполовину экспансивки были, наполовину обычки, ну, экспо против, верлёк, наверное, не особо будет, а вот обычные, должны неплохие быть, а против обычных мутантов, то же самое медведь, та же самая собака, я думаю, экспансивка прям попрёт, надо ещё посмотреть, что по цене, может быть, она дороже ещё стоит, ну, и посмотреть, разницы особой никакой не будет, поставить медведя к стенке, и, пострелять в него одиночными, да, как многие сталкеры любят, тестировать оружие, на других сталкеров, сказать ему, медведь, не шевелись, сейчас мы постреляем, потестим, что там, да как у тебя, сталкеры с паукана идут, смотрите, в руках ППШ, а за плечами комбат, чтобы больше переносимый вес был, всё остальное, патроны, а в руках ППШ, по-любому с паукана топнут, не знаю, я в своё время как-то тоже бегал с ППШ, но сейчас ППШ не такой, как раньше, не такой имбовый, только дольше перезаряжать, и, блин, и патронов много надо, как по мне, так лучше обычный коллаж взять, чем ППШ, ну, о вкусах не спорят, это я вот лично, в своём мнении говорю, так, ну что, мы на болотах, как любил говорить один профессор, так, шкурник, привет, насчёт шкур, вот хитин верлёк, вот шкура рыжего медведя, вот шкура бурового медведя, а вот шкура кабанат, насчёт шкур, я всё принял, где нож, спасибо, да, за этот квест даётся всего лишь 30 тысяч рублей, 4400 боевого, 4400 выживания, 5500 опыта поддержки, ну, этот квест открывает, еженедельный квест, там уже награда побольше, плюс ножик он мне дал, ножик мы продадим, да, а зачем он мне, так, что есть на продажу, 82, 82 тысячи, но, ну, так, а ну-ка, если вот этому продать, а, ну, этому дороже, забирай, нам два ножика не нужно, кстати, я раскрыл секрет, это может быть не в тему, я в следующем репортаже, когда пойду на новую землю расскажу, но вдруг кому будет интересно, насчёт ножика, не так давно я был на новой земле, охотился на медведей, общей сложности я около 30 медведей бил, ну, плюс-минус, и за всё это время мне выпал всего лишь одна шкура, одна шкура медведя, и то только почти в начале, я потом посмотрел на свой ножик, ну, не потом вообще-то, в процессе, смотрите, 75%, а там было где-то около 60 с чем-то, то есть ножик убился в хлам, а у меня не было чем его починить, то есть я его не чинил нифига, ну, на южном острове, после этого я сбегал, починил ножик к Артёму, у меня там лежал точный камень, вернулся, убил трёх медведей, белых, из трёх медведей выпало две головы, ну, то есть один медведь без головы был, а два других медведя с головой, с новым ножиком, и я тогда понял, почему я убивал кучу-кучу медведей, но я совсем забыл про ножик, прочность ножа глобально влияет прямо на выпадение кабара, вот это я понял, не знаю, как на других мутантах, собак я резал, нормально всё, а как начал резать белых медведей, ничего не, и как шкура выпала, я удивлён, но она выпала, и ни одной головы, то есть, столько медведей загублено зря, сколько бы я голов там добыл бы, жесть просто, штук 10 бы точно добыл бы, да, но бывает ситуация, я как-то прям про это забыл, что ножик тоже нужно точить, вот такая вот ситуация в жизни у нас произошла, будем знать теперь, так, хитин, это не этому, так, ну что, я хотел сдать татарину, квест про верлёк, где тут, вот, но хотел набить хотя бы соточку, соточку верлёк, хитин у меня есть, необходимое количество, 300 я набивать не буду, это долго, потому что я скоро отсюда сваливаю, чтобы квесты у меня не висели, смысл, я хочу его сдать, хотя бы такую награду получить, то есть дойдем до 100 верлёк, нам нужно убить сейчас 28 верлёк, и как раз мы потестируем, фенфал на обычных патронах, против верлёки, да, я думаю, это будет оптимальным вариантом, давайте мы только скинем, крысу и все остальное, чтобы, крае хранилища, чтобы не потерять ее, колбаса у нас, консервы, кстати, могут выпустить, так, подшивку, куча патронов нам тоже не надо, давайте, так вот сделаем, так вот сделаем, так, ну и перекусим, о, воды надо налить, да, вот и тут у нас колбаска есть, мне сталкер один, такие подгоны прислал, ну, другого сталкера, офигенные, еду, воду, там, всякие детальки, там, чего только нету, спасибо ему за это, так, ну че, перекусили, все, пойдем, верлёк постреляем, погодка хорошая, самая-то кошмарь, верлёк, он они там уже ставят на жду, ну и заодно посмотрим, что это за чудо-пушка, ну, с нее надо научиться еще стрелять, конечно, но тут только опыт, потому что, слушай, но если попадаешь, она падает вроде сразу, я стрелял в основном одиночными, но тут слишком просто, верлёк много, так, пилить мы их будем, да нет, пилить нам не надо, нам чисто сдать квест, и идти дальше, че-то непонятно, непонятно происходит, ну-ка возвращайтесь, блин, нормально убивает, да, то есть, мне просто непривычно, он длинный, я не умею с него стрелять, поэтому получается как-то сумбурно, но в целом, нормально он так покрошил, одиночными стреляешь, шлёп, 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 в голову попал, она лежит, да не, вроде нормально, ну-ка погнали дальше, в общем, на такой, на средней дистанции, на дальней, надо ещё попасть, на ближний, ствол длинный, протыкает мутантом, а вот на средней, думаю, самый топчик, давно никого не было, смотрю, сталкер, перевёл кучу, так, куда пойдём, в какую сторону, пойдём, и звук у него приятный такой, шлёп, 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 можно вообще режим стрельбы одиночной поставить, но, мало ли, какая ситуация, вдруг нужно будет очередь её зарядить, а у тебя одиночный стоит, пока переключишь, тебя сожрут уже, и что самое интересное, урон-то нормальный проходит, вот, где посмотреть, у нас, хотя нет, по верлёкам непонятно, по большим мутантам надо смотреть, там урон где-то сразу, по 150, по 200 пролетает, тут урон, конечно, маленький, потому что, я не всегда в голову попадал, правильно, в другие части тела, а голова, это по факту смерти, одна пулька, и всё, она умирает, мы на других мутантах проверим, ну, сейчас пойдём, нам кабанова там встретим, медведя по дороге, на них потестируем, так, чё, где верлёки-то остальные, нам на 20 штук надо убить, чтобы, было соточка, 20 штук, ну, это не так уж и много, но пока нет, надо было в другую сторону отбежать, а нет, вон стоит, ну, на таком расстоянии, я не попаду, о, попал, да неужели, стоило из одной верлёки бежать, она пока, неужели, когда бежит, копыт откинь, плана, погнали обратно, только немножко по-другому, тут, в общем, верлёк нету, быстренько закинем, сколько я, два, три, четыре магазина потратил, не знаю, в Ксюхе сейчас бы мы пуляли, но магазинов, пять, шесть бы точно ушло бы, на такое колесе верлёк, ну, может быть, там, главное, чтобы патрон эффективный был, и действительно, нормально получалось, а то, что он чуть дороже, чуть дороже, в разы дороже, поглядим, если будут деньги на счету, уменьшаться, уменьшаться, мы будем зарабатывать, они всё равно будут уменьшаться, тогда да, тогда они эффективны, но если, они будут понемножку расти, значит, всё получается, вот они, от пол магазина ушло, сразу, так, надо, наверное, ещё пару магазинов прикупить, пока там дешёвый на доске, эх, ты чё-то я не подумал, деньги-то у меня есть, ну да, денёжка немножко есть, там по 150 магазы были, эх, чё-то я тупанул, надо, наверное, ещё парочку себе прикупить, это здесь у меня есть время заряжаться, а когда его не будет, тоже верно, о, он в реке, вернется, о, попал, да ладно, я попадать начинаю, вот это новость, так, давайте, возьмём проверенный ствол, это пока не получается, не, вблизи, да, с ним, конечно, не особо, наверное, вот, каракоствол, самый топливый, по верлёкам, но верлёки, это всего лишь один из видов мутантов, да, есть же и другие, а я этого сталкера готовлю для новой земли, там, я думаю, нормально будет, но в любом случае, потестить ствол надо, я его даже себе хочу оставить, вдруг, когда-нибудь он поменяется, может быть, станет хорошим, может быть, вдруг, оптику в зону завезут на него, тогда это будет вообще импут, а он сразу в цене так подскочит, сейчас стоит в среднем 8 миллионов на доске, ну, без ничего, да, 8-9 миллионов, если вдруг ему завезут оптику, да он сразу до 30 поднимется, миллионов, до свободных, до 30 свободных, даже может быть больше, ай-яй, не, да, ксюха выигрывает на ближней дистанции, кошмарит только в путь, что он там остался, 5 верлёк остался убить, ну, я уже думал, мы сегодня не убьем, пока, так, куда пойдем, да мы уж почти пришли на болото, давайте на ту сторону, перейдем, там верлёки по-любому будут, там постреляем, так что да, в принципе, вот такая связка, я думаю, неплоха будет, ксюха для таких, для мелких мутантов, который под ногами крутится, а фонфал для более там, мощных мутантов, который под ногами не крутится, а сразу тебя сжирают, вот надо его ещё в пещере паукана проверить, там как раз, брутеры, бляки, и то, что нужно, посмотреть какой урон будет идти, ну, понятно дело, обычными патронами, обычный, о, кстати, они у меня закончились, я здесь патронов купил, и всё, они закончились, но я по большому счёту, максимум отстрелил 5 магазинов, то есть у меня всего магазинов 10, так, сколько, 10, 5, а, 11 магазинов, плюс 11 твали, 12, но, я изряжал по-быстрому их, как-то, пока непонятно, в общем, ствол вроде стреляет, да, но, то есть на продаже, а у тебя не продаются такие патроны, нет, злодей, это значит за патронами кемарьку идти, но мы в любом случае к нему заскочим, наверное, для начала пойдём, верлёк постреляем, нам нужно ещё 5 штук, и сдадим этот квест, ну, всего соточку, 200 верлёк, но это, придётся долго, тусовать, а, верлёк, а я смотрю, что-то кустик, не кустик, дождь пошёл, надо сваливать с окрестностей, на Везувии, а там, а там выбор спектра, ну, всё может быть, так, сколько там осталось, две верлёки все убиты, колбаску скушаем, колбаску скушаем, ну, давай, 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 ну же, не хочу умирать, ах, ладно, в итоге мы убили всех верлёков, которые нужны были, умерли, всё потеряли, пачку бинтов, ну, и ладно, пойдём сдавать, так, нам надо, хитин взять сначала, открывай хранилище, и хитин 10 штук, а вообще-то надо всё забрать, мы же отсюда сваливаем, ну да, скидывал, чтобы, нет, не того, нам, конечно, ещё к штакету, надо будет вернуться, а может быть, действительно вернуться, сдать уже, и потом двигать дальше, там же тоже ещё награда была, должна быть, так, проверли от, к игру штакета, вот хитин, я убил 100 верлёк, бывает, так, чё там, нам дали, 120 тысяч, пойдёт, 9 тысяч, 1800 выживания, и 13200 опыта поддержки, ну и всякие там репутации, уменьшилась, увеличилась, да, посылка свёрток, тут тоже даётся посылка свёрток, ну, нужно отнести, наверное, нам по-любому по дороге, на патроны купить, не таскать, не таскать же с ней, и ночную стражу нужно, закончить, а потом уже двигать дальше, тут нас уже ничего-то держать не будет, о, туда подожди, десерт, глаз верлёки, и десерт, сдать гурману, и тогда уже двигать дальше, да, значит, сегодня мы, наверное, не пойдём на Везувий, выполним тут задание, а там уже будет видно, нужно волосы, волосы Леших, это как раз мы от Штакета пойдём на гурман, в окрестностях Любыч, G5 и К5, это, это что? G5 и К5, а, слушай, это, это вот где, ух ты, блин, это вон куда идти за волосами, особых, а может быть обычные подойдут, а может где их купить, это вон туда за Лешими идти, да, это я помню, но в любом случае, надо сначала за патронами, потом может быть прогуляемся, да что-то, а то я быстро сбегаю, покошмарим их и вернёмся, но сначала, да, сначала купим патроны, и заглянем к Штакету, от гурмана всё-таки ближе туда бежать будет, от гурмана, хотя не факт, а ты моряка ближе, ммм, ситуация, нам нужна доска, может быть на доске купим, или это только квестовые, не, наверное, всё-таки это квестовые волосы, и их нужно именно убивать, лешим, а те, которые обитают в универмаге, они скорее всего не подойдут, ну что, давайте сделаем глаз верлиоки, бегаем туда, какие варианты, как раз тут, может быть сейчас по дороге встретим, медведей на медведях ещё, и фронтфал подвести, ага, ну да, конечно мокро, но, с другой стороны, мы в языка, в шлеме, особо не намокнем, о чём мне это того, крыс, да, я же умирал, ну пойдём за патронами сгоняем, это сколько, тогда надо штук 500, блин, 500, нормально так, я вот ещё, продал немножко, магазинов, которые у меня были на калаш, но, тут столько всего, а у меня, столько не влезает, поэтому, я решил, что нужно продать, и в итоге продал все эти магазины, оставил одинаковое количество, в принципе, хватает, тем более, этот ствол, то всё-таки поубойнее, сейчас попробуем сбегать на гурман, прикупить себе ещё, о, кабаны, кабаны, ах, сталкер, на кабанах надо ещё потестить, ну ладно, кабанов мы ещё встретим, прикупить себе пару магазинов, на фонфал, пока их не скупили, там по 150 были, надо бежать, бежать на ближайшую, ближай, блин, на ближайшую доску, так, а ближайшая доска у нас, в домике, да фиг вы знаете, есть она там, на химке точно есть, это да, слушай, можно сбегать, как раз купить их, и квест выполнить, от Юры, ну, как вариант, а там по дороге медведя убьём, давайте отлучимся, потому что вдруг, кто купит их, так, ладно, давайте 500 посмотрим, сколько стоит, 500 патронов, ну слушай, ну не так уж и дорого, с одной стороны, 500 патронов стоит 62 тысячи, но учитывая, что ты всё равно их меньше тратишь, допустим, 1038, ну ладно, хорошо, с 545 я не так же часто бегаю, вот, в последнее время я бегаю 762, 2 КМа, допустим, 1000 патронов улетает в лёд просто, 49, ну всё равно, да, чуть-чуть дешевле, чем 500 таких, но учитывая, что патрон-то помощнее, я думаю, меньше буду тратить, соответственно, примерно то же на то же, мне кажется, получается, ладно, разберёмся, патрон-то купить надо, ну да, 500, всё, погнали по квесту, сбегаем, можно ещё, вот, а, ладно, этого не будем убивать, это не особо, какая у нас там репутация, нигде войны нету, с сектантами война, пофигу, я с ними дружить не собираюсь, остальные нормально, барыги, ну пока терпимо, целом нормально, так, ну что, пойдём, 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 посмотрим, нет ли тут медведей, ну вдруг они тут стоят, если их тут нет, тогда двинем в сторону, Юры, сбегаем на Химку, хотя мы не знаем, может быть на Гурман ближе, ну, ну, наверное, блин, кабана не пробивает, смотри-ка, ситуация, да, у неё лоб-то, такой себе, а вот если в тело ему сразу, три пульки высадить, то он убит, да, не пойдём на Химку, фиксим с этим квестом, мы посмотрим тут медведя, и сразу рванём на Гурман, на Гурмане и купим эти магазины, чё нам, о, раз, два, три, короче, в пузо, ну, в пузо, в бок кабан с трёх патронов валит, главное, их сразу выпустить, пока он не повернулся к тебе, лбом, и нормально, так, ну чё, медведи, медведи есть тут, мишки, нету, пойдём дальше, нет медведей, когда нужны, у медведей ни одного не, ладно, нам всё равно туда, наверх идти к базам, там тоже медведи будут, ну и можно, вот, а в башку, не проходит, урон, а в бок нормально, три пульки, и кабан лежит, ты решил сам умереть, слушай, да вроде ничего, она была патрона, конечно, побольше купить, на гурмане закинуть, штук 500 оставить, чтоб там лежали, но это можно всегда сделать, вылазку, пустым, да, купить там тысячи три патрона, грубо говоря, бросить их тут, и пусть лежит, я знаю на донатных базах, эти патроны, ну не такие ББшки, меняются на два щита бета, кажется, в своё время, когда, ФНФА рулил, и на ББшках прям нормально, можно было воевать, собирали щиты Бшки, на новой земле, и на патроны меняли, вообще так выгодно было, а вот где ещё меняется, может быть у Барыги, в Д6, там у него тоже вроде обмен патронов есть, на артефакты, вот я не знаю, меняется ли там у него, не помню, если честно, просто на артефакты менять выгодно, ему же для обмена не обязательно прям такие свежие, там можно немножко и убитый, и в хлам, не совсем прям убитый в хлам, но там процентов 70 вроде идут свободно, то есть можно посылками отправлять, из контейнера, получать здесь, нести, менять, чтобы раствор не тратить, ну да, как вариант, здесь магазин не купили, я думаю купить магазина 3 ещё, да, сколько, раз, два, три, четыре можно купить, это два вот этих патрона будет здесь лежать, четыре магазина, да, ну посмотрим, если они там есть, конечно, о, по 149, нормально, я вчера по 170 браку, раз, два, три, четыре, по 189 пусть висят, о, успели, в итоге я купил себе ещё 4 магазина, вот теперь я думаю пойдёт, нормуль, открываю хранилище, раз, четыре, о, полный фарш, ну что, давайте отнесём подстаканники и неповреждённые глаз верлёки, сразу, так, вопрос о кухне, по полу твоего блюда, держи подстаканники, и ещё, вот глаз верлёки, и ещё пока ничего, нам осталось добыть, олеших, три волоса, так, пропавшие учёные, это в ту сторону, и да, незваные бесы, и ночная, и ночная стража, во, давайте, открепим, чтобы они нам не мешали, курица, кудакчик, время сфотиками, это мы сдали уже почти, во, и чёрный рынок от татаринок штакетов, когда обратно пойдём уже, на Везувий, тогда и сдадим, сейчас пойдём за этим, за ночными, стражами, попробуем покошмарить, хотя их можно тоже на обратном пути, значит всё, блин, я пока соберусь какую-нибудь ходку, то одно забуду, то второе, то третье, в общем, нам куда-то сюда бежать, вот здесь, эти левшие валятся, далековато, но, мы до туда добежим, потом я там, если что, умру, и вернёмся обратно, но это да, но ты умрёшь всё равно, а это молодой кабанчик, ну, блин, слушайте, ну, вроде неплохо так, два выстрела, две пульки, в бок ему, и он лежит, а, допустим, ксюхи, с АКМ, так не получается, с двумя пульками, ты их не убьёшь, они разворачиваются, и бегут уже на тебя, а там уже не две пульки, там уже больше, пульки, лоб у него не пробивает, смотрите, ну, пробьётся, конечно, со временем, но не так, как хотелось, нам нужны медведи, хотя бы, рыжий, бурый, попадать, научись сначала, о, есть мишка, смотрите, поближе подойдём, с одного магазина, не убил, а, двух убил, что тут по урону проходит, но урон-то такой нормальный, вот по незащищённой цели идёт, смотрите, 150, 180, 150, 160, 180, 200, 180, 184, 185, 173, 180, 159, короче, 180 урон идёт, можно сказать, полтора магазина я его убил, если бы я ещё очередь не стал стрелять, ствол бы не задирался, осталось 4 патрона, то есть один магазин мы полностью стреляли, и второй, половинкой считай, о, блин, в последнее время эти шкуры сыпятся, мамы не горюй, блин, недавно ходил, две шкуры добыл, куда мне их, в общем, бурый у вас полторы, полторы магазина, 30 патронов, это я ему сердцем не стрелял, если подождать, когда он подбежит, ему магазин сердца зарядит, может быть, если магаз сердца зарядит, может быть, с одного магазина убить, а мы сейчас попробуем, приманим одной пулькой, если встретим сейчас медведя, а потом магазин сердца, мы посмотрим, получится, не получится, о, вот он, вот он, вот он, а вот сейчас и проверим, кто это у нас, ах ты блин, проверил, 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 не, не канает это дело, но это был рыжий, ах ты злодей, ах ты блин, сожрал меня, шкуру потерял, вот он отомстил за своего сородича, ну, бурый и рыжий, конечно, разные, но, он реально отомстил, я и шкуру потерял, и медведя не убил, но все, с одном магазин не убивается, да, но опять же, нужно пробовать, не один раз, несколько раз, стрелять там, с пансивками, попробую, сейчас мы его добьем, да, шкуру еще заберем, и у него еще шкуру снимем, и бошкому отпили, заdat, все, все, А может быть он умер? Так, а где я умер? Где-то здесь мы убивали. Или не здесь? Дальше. А вот. Так, шкуру забрали. А где этот злодей? Он отъехал, наверное. Да, скорее всего. С колянычем, с баранкой отъехал. Ну потому что я что-то его не вижу, он так далеко не мог убивать. Надо посмотреть в чате. Убил меня молодой кабан, потерян, потерян, пособил рыжий. Что мы им там урон нанесли? 239, 231, 244, 245, 240, 248. Слушай, да он где-то умер тут, походу. Да, потому что такого урона он не должен был выдрать. Мы просто труп не видим. Ну ладно. Потряси мы еще на медведях, не последний медведь на нашем веку, да? Тем более мы сейчас идем туда, чуть подальше. Там еще один рыжий будет. Ну давай сбегаем, мне прямо уже стало интересно. Не получилось отомстить за свою смерть. Он куда-то свинтил. А нет, скорее всего, я не погиб, просто у меня сообщение не отобразилось. Так я, наверное, в это время мертвый валялся. Ну, может быть. А, буду путаться. Привык, что у меня всегда один калибр. И берешь патроны, просто наводишь на магазин. И они заряжаются. А тут разница, конечно, есть, но все равно. Даже в этом случае туплю. Я поэтому вот не люблю. Многие спрашивают, а что ты не бегаешь, допустим, 7.62 или 5.45? У них похожие. Ну, конечно, чуть-чуть разница есть, но в целом похожие, да? А если бегать, допустим, с черными магазинами, так они похожи. Один черный на 5.45 и похож на черный 7.62. Ну, там, разные бывают, но в целом есть схожесть. И в процессе боя... О, даже сейчас опять затупил. В процессе боя, или когда-то кто-то быстро надо зарядить. Бывает, путаешься и кидаешь не тот патрон. Если бы они как-то подсвечивались, да, там, я не знаю. Но они по факту одинаковые. Я вот это не люблю. Тут еще куда не шло. Разные магазины, разные патроны. Раскраска. Одинаковые. О, вы убили неизвестно кого. Смотрите. Вот медведь умер. Убили. Это он, походу, вообще, наверное, далеко убежал. Прям вообще свинтил, свинтил прям далеко-далеко. Решил не испытывать судьбу. И только сейчас умер. Отличный. Ну и я-то знаю, кого я убил, правильно? Поэтому все-таки я отомстил за свою гибель. Сейчас мы посмотрим, есть ли тут нигде. Николай. Так, нам, чтобы каваны не помешали. Так, ну что, приманиваем его? Это опять рыжий. Тремя пульками мы урон ему нанесли. И попробуем сердце. Только это. Одиночными. Ну вот, чуть-чуть не хватило. Ну, в общем, с одного магазина не получается убить его. Все-таки полтора магазина нужно, чтобы убить медведя с FN-фала. Ну, урон-то нормальное сердце проходил. Ну, конечно, 400, смотрите. 236, 208, 217, 24, 421, 451. Это прям самую точку G. 215. О, голова. Я говорю, что-то сыпаться начали. Тихо узнать. Ну, куда мне столько, блин? Шкура, голова, блин. У меня теперь перегруз. Ситуация. А перегруз это плохо. Мы же собрались идти. Далеко. Как я побегу-то? Надо что-то слопать. А что слопать? Мне нечего. Да и 4 килограмма мы никак не победим. Ну что, выкинуть голову? Да ну сейчас прям. Мы сейчас патроны расстреляем. Ну, нужно все равно к стволу привыкать. Немножко расстреляем и будет нормально. Да не, в целом неплохо. Мне, о, рогатик. Мне в целом понравился. По медведям, по кабанам, по таким. Я думаю, по блякам нормально будет. Может быть даже по брутерам. Следующую ходку я попробую купить экспансивные патроны. И бегать уже экспансивные посмотреть. Может быть с них урон получше будет. И с экспой с одного магазина можно медведя закажем. Посмотрим. Ну и стрелять. С него надо научиться. С этого ствола. Тогда будет все в шоколаде. Куда нам? Нам надо вообще в другую сторону. Блин, что же нам выкинуть такое? Да нечего выкидывать. Все нужное. 83. О, еще медведь один. Отлично. Вот. А теперь с магазином мы его замочим. Это без вариантов. Да. Пол магазина вдаль высадить. И магазин ему в сердце. Лучше. Да нормально. Сакайма получается с двух магазинов полных. Убить его. Ну там оптика. Ты с оптики стреляешь. О, в этот раз ничего нет. Я уже думал, тут опять голова со шкурой будет. А ножик-то у меня. Смотрите. 74%. Но все равно сыпется. Но я думаю, наверное, это влияет на таких, на более высокоуровневых мутантов. Но все-таки белый медведь это, можно сказать. Вершина эволюции медведей здесь, в аномальной зоне. А рыжие, бурые, ну это такие. О, темнеет. Ничего, мы дойдем до туда? Да, я думаю, дойдем. Не спеша. Дотопаем. Почему темнеет? Время-то вечер уже. Целый день бег. Потом мы убрем и окажемся на гурмане. Нам главное волосы эти добыть. И закрыть этот класс. Чиски встали. Так, а где мы? Ой, это мы только около Химки. Да, бежать нам еще и бежать. Блин, да нам вообще нереально бежать. Надо, наверное, на гурмана возвращаться. Давайте мы это все в следующий раз сделаем. Сегодня мы бегаем, тестируем FN Fall. О, а этот просто убежал. А залежем и пойдем в следующий раз. Ну, с перегрузом особо не побегаешь. Тем более стемнело. Ну да. Мы можем даже на базе группировки тут остаться. А когда рассветет, уже двигаться дальше. Как раз на кабанах потренироваться. Можно. В целом, пока ствол мне нравится. То есть, по таким, по более-менее крупным мутантам постреливать можно. Кабанды, медведи. Я думаю, может даже в пещере паукана он там при фарме пригодится. Но это нужно, опять же, проверять. Патроны, правда, дорогие. Что? Я, наверное, здесь останусь. Мы еще потом побегаем, постреляем кабанчиков. Я заряжусь, подлечусь немножко. И, может быть, когда-нибудь додойдем мы все-таки до этих лешей и отпилим их не волосы. Ну, а на сегодня все. Наше выживание закончено. По факту, никаких квестов особо не проходили. В основном бегал, пестировал и фенфал. Вот. С вами мы увидимся в следующий раз. Всем до встречи. Всем пока.